всем привет с вами молодежный микс и я и шатамара вас смотрите сегодня в нашем выпуске лошади как дело жизни английский на дагестанский лад все мы родом из детства соцопрос на тему моя любимая игрушка согласитесь что лошади очень красивые животные и за ними приятно наблюдать однако найти к ним подход сможет не каждый да и принимают они не всех наша сегодняшняя история для тех кто любит конный спорт и в целом этих удивительных животных как найти к ним подход с нами поделилась изумруд козьях медова сегодня я исполню мечту тысячи девчонок я пришла на свидание с принцем но принц у меня сегодня необычный почему же он необычный вы узнаете прямо сейчас нежная хрупкая девушка и грозный строптивый конь история зумруда и принца знают уже многие конным спортом героиня занимается пять лет несмотря на разнообразие лошадейскими доводилось работать принц для нее самый любимый сейчас рядом со мной частичка моей души часть того что я не называю это хобби это моё дело мое дело жизни фриз порода принца считается одной из старейших в европе красоте этого коня можно говорить долго раньше они часто принимали участие в кино на телевидении и ведь не зря смотришь на принца и сразу представляешь себя героем вестерна я не любитель больших лошадей и тяжеловозов которые просто как танки прут у меня не получалось вообще ничего с ним это было дико смешно я плакала я думаю все зачем мне нужен я же не могу это нереально его как остановить его контролировать люди не выбирают лошадей это они выбирают нас по словам девушки и характере с принцип похоже такая своего рода синхронизация и в ходе работы с ним поди вообще жизни как-то совместной как таковой начинаешь влюбляться понимать какие-то отношения строить молодец шрам как память о первом падении несмотря на последствия этот день зумруд вспоминает с улыбкой это было в поле защите выехала со своим напарником со своим другом у него был молодой резвый конь и он получается сваливается в одну сторону и я за ним сваливаюсь в другую сторону в принципе первый раз жизни принципе упала и он меня потащил за собой он остановился что я очень сомневалась потому что думал он испугается убежит он остановился побегал вокруг меня мы резко запрыгнули сели у меня до сих пор есть шрам такое памятное падение зумруд признается что любимое занятие принца вкусно поесть помимо этого конь очень любит детей и всегда чувствует их присутствие он очень принципиальный он все отдаст за еду у него недавно он был наркоз и на самом деле под наркозом лошади они ничего не понимают но он он тянулся к еде он ел он не мог стоять на ногах но самое главное он ел вот и он он понимающий он очень любит детей он сразу понимает что на нем ребенок как бы ему весело не было он бережет и он это понимает у нас есть потрясающее место я считаю что это место должно быть одной из достопримечательностей в дагестане это потрясающее ранчо там разводят ахалтыкинцев англичан чистокровных лошадей также мы с принцем там стояли долгое время и мы очень благодарны этому месту конный спорт это не единственное занятие зумруд девушка также проводит прогулки для любителей лошадей фотографирует и выпускает свою линию одежды казалось бы где найти время на большое количество занятий секрет прост то что делается с любовью всегда легко важно направлять правильную энергию в плане работы в плане тренировок и в плане какой-то творческой нашей деятельности если это все правильно разделять и он согласен с этим то в принципе что такое вы выгореть это не про нас каждый пятый человек говорит или по крайней мере понимает английский язык языки открывают перед нами новые возможности и наш следующий герой расу и супов не упустил свою более того он и упрощает изучение языков для других а о том как он это делает смотрите в нашем сюжете еще несколько лет назад расу и представить не мог что свяжет свою жизнь с английским а тем более с его преподаванием изучать что-то новое для него было чуждым а тягу к языкам наш герой и вовсе никогда не испытывал начинал с азов а спустя два месяца уже увидел результат все до этого вообще не рассматривал преподавание как вот как что-то как профессию будущем для себя поработал немного месяц-два и понял то что это приносит пользу людям то есть я могу приносить пользу обществу пользу также себе по благо республики расул открыл английский язык для себя с другой стороны захотел показать его многогранность вместе со своим другом он решил преподнести его оригинально на дагестанский лад приложение тик ток ребята стали выкладывать уроки английского в своем особенном стиле на удивление парней ролики разлетелись в сети они собрали не только несколько тысяч просмотров но и много положительных комментариев пользователей из разных уголков страны какой-то опыт мы переняли у других тоже блогеров преподавателей я бы сказал и мы и и мы думали о том как бы сделать то же самое но только для нашего дагестанца как бы это подняли преподнести для нашего дагестанцев сделать так чтобы им это было интересно вот мы начали придумывать различные методы сочетая сарались сочетать несочетаемые вот дагестанский сленг и английский и как-то соединить и до преподать вот нашим дагестанцам от разговоров и задумок до воплощения их в реальность включается камерой назад дороги нет так одно видео за другим это был их личный прорыв вот что он сейчас на меня смотрит как будто он знает что я сачок болен еще очки то есть можно на все другую сторону смотрит полида какая разница были надо до конца смотреть плиток то баночки то у него неплохие болен чебы блин ашали это всего лишь трицепт ничего себе и блин без разницы по львову на до конца смотри до конца то пацаны обратно начнут меня называть расул поворотник 6 до конца пыль и заказ принято эй и когда помпот по порядке сначала просто это это были разговоры какие-то а потом каждый раз когда камера приближалась к нам с коллегой мы понимали что можно что-то сделать из этого то есть мы начинали сначала импровизировать какие-то интересные ролики там какие-то фразы на английском друг другу другу так перестреливать друг с другом вот и потом уже подумали серьезно сделаем какую-нибудь там фразу на на английском и в дагестанской манере это как-то вот подадим то есть говорим на английском но мы все дагестане такая другая реальность сейчас разу преподает английский язык в школе и лингва плюс планы на будущее у него грандиозные хочет открыть свой языковой центр где будут обучать не только английскому нам остается пожелать ему лишь успеха в этом непростом деле в каждом из нас живет свой внутренний ребенок и память о том беззаботном времени у каждого была своя любимая игрушка именно о первом друге нам сегодня расскажет наш молодежь какая ваша любимая игрушка была в детстве почему у меня была ли сам не подарил ее крестный отец да я ее очень любила у меня была кукла которым не подарил отец ну потому что это подарок от папы ну там этот короче был такой маленький человечек я его борцуха и называл да вот я откуда знаю мне три года было почему это уже после 10 лет там я не знаю понял не знаю он был похож что ли на меня наверное вот я любил с ним драться вот и все танк был танк был не знаю любила детстве военные игрушки отец подарил да нет никакой памятный просто действие игрушки любил такие все я не особо любил играть с игрушками но у нас во дворе была гора камней и гора песка я обожала в нее забираться играть ключи от машины черепашка ниндзя потому что это была первая подвижная игрушка с которой можно было играть там руки шевелить вот разные сальто исполнять играться короче зайка была мягкая игрушка была и с ней удобно было лежать играть у меня была кукла одна она мне нравилась потому что на меня было похоже поэтому она мне нравилась игрушка кукла baby born я не знаю почему она классная была машинка скорее всего обычная ну всегда хотел машин нет пока еще у меня была плюшевая собака она была вот такого размера примерно черная такая гладкая она была самой любимой потому что мне папа до сих пор не разрешает купить собаку и она была еще очень реалистична это еще мамина игрушка она была очень реалистична ее звали кузя ее до сих пор так зовут она лежит в шкафу моя любимая игрушка она до сих пор там лежит я ее никому не даю это моя игрушка кажется медвежонок был я не ошибаюсь моя любимая игрушка это роботы-трансформеры ну я в детстве с ними играл а сейчас мои любимые это машинки или самолетики на пусть управления мишка был один мама его подарила пал и играл даже дрался с братом за него были игрушки но именно любимая нет но бэйби бон детская игрушка была почему но она была во всех детей мне поэтому нравилось и до сих пор кстати она есть футбольный мяч любил играть в футбол честно машинки но у меня потому что в основном братья как бы младшие и у нас постоянно с машинками мы играли и до сих пор этот интерес остался только уже к настоящим авто ну а на этом у меня все с вами была эшат омарова увидимся ровно через неделю в это же время всем пока мастер-класс